Евро-доллар открылся в понедельник в зоне трехнедельных максимумов и в ожидании макроэкономической статистики дня начал довольно вялую коррекцию к предыдущему подъему. Пара зафиксировала снижение курса единой валюты к уровню 1.3192, но публикация к этому времени мартовского отчета по деловому климату в Германии изменила ценовую динамику евро. Данные отчеты уже пятый месяц подряд отразили рост деловых настроений в стране, что вновь подтвердило устойчивое положение главного локомотива европейской экономики и активизировало спрос на единую европейскую валюту. Дополнительную поддержку быки по евро получили и от негативных американских данных по незавершенным сделкам на рынке жилья, деловой активности в обрабатывающей промышленности Далласа и низкой экономической активности в Чикаго. Слабые показатели разочаровали рынок и еще более усилили покупки единой валюты. Последнюю точку поставило выступление главы Федерального резерва США Бена Бернанке. Его заявление о продолжении стимулирующей политики и сохранении низкого уровня процентной ставки до 2014 года нанесло удар по позициям доллара. Рынок получил довольно положительный период гарантированно дешевой долларовой ликвидности и возможность вновь вернуться к рисковым операциям с высокодоходными валютами. Евро на этом фоне продолжил подъем и на исходе торгов установил новый максимум на отметке 1.3367. В нашем прогнозе на вторник ожидаем начало снижения курса единой европейской валюты в коррекции к предыдущему подъему. Целевые уровни снижения 1.3336 и 1.3305. Если этот уровень будет пробит, последует дальнейшее снижение в направлении 1.3286, 1.3260 и 1.3232. Альтернативный сценарий продолжения подъема пары может стать актуальным только в случае пробоя уровня предыдущего максимума 1.3367 и закрепления валюты над ним. Первоначальной целью подъема в этом случае станет уровень 1.3428. В связи с отсутствием в понедельник экономических новостей из Великобритании, движение пары фунт-доллар на вчерашних торгах полностью определялось ценовой динамикой единой валюты. Резкий подъем евро и ослабление доллара спровоцировали стремительное ралли британского фунта. Курс его в паре с долларом США, пройдя на подъеме от минимальных азиатских уровней 173 пункта и пробив ключевой уровень сопротивления 1.59, был остановлен фиксацией прибыли только на уровне 1.5973. Здесь на исходе торгов ценовое движение британской валюты стабилизировалось в узком ценовом диапазоне. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот и снижение пары фунт-доллар к ценовым уровням 1.5936 и 1.5914. Если этот уровень будет пройден, последует дальнейшее снижение в направлении ценовых уровней 1.5881 и 1.5836. Продолжаем контролировать также максимум вчерашнего дня 1.5973. Если быкам по фунту удастся продавить пару выше этого уровня и закрепиться над ним, возможно продолжение подъема к целевым уровням 1.5990 и 1.6047. В экономическом календаре вторника Великобритания опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников и мартовский индекс цен на жилье. А в статистике США будут представлены данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах страны, индикатор потребительской уверенности за март и производственный индекс ФРС Ричмонда. Кроме того, сегодня же состоится встреча лидеров Большой Семерки и новое выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанки. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.